И я решил прочитать два текста. Один называется Люцифер, другой называется Иисус. Теперь смотрите, значит, у меня в Фейсбуке эти тексты пропали сегодня. Просто их нет. Их нет. Это объективно, потому что посмотрели другие люди, проверили. Два текста исчезли, которые там были. Но я нашел бэкапчик. Вконтактик помог. Наконец-то пригодился дрянь. Бэкапчик. Бэкапчик взял бэкапчик, нашел Иисуса и Люцифера. Распечатал и то, и другое, но распечатались два Люцифера. И Иисуса нет. То есть я сейчас пойду там в перерыве распечатаю Иисуса и потом еще догонюсь вместе с вами. Но по факту у меня сейчас здесь два Люцифера. Это непонятно. Жесть просто, жесть. И вот на разогреве для вас исполняется произведение под названием «Кошмар православной старушки». Кошмар православной старушки и протоиерея Смирнова. Рогатый Люцифер в готичном черном пальто приходит ко мне и садится на край кровати. «Привет, Саня», — молвит Азазель, Самаэль, сверкая рубинами глаз. Он похож то на голого мускулистого гея с крыльями, то на волосатого чернокожего сатира с козлиной головой, то на модную телку из тусовки трансеров, то на серое облако, простреливаемое с полохами. Я несколько унимаю, мягко говоря. Я весь дрожу, я так и трясусь под одеялом. Шутка ли? Это сам князь тьмы. И так вот запросто «Привет, Саня!» «Здравствуйте!» — осторожно шепчу. «Можешь обращаться ко мне на «ты», — говорит пришелец, почесывая рога. В комнате становится светлее, хотя за окном глухая ночь. Я ведь бывший ангел света, — смущается Люцифер. «А зачем вы ко мне пришли?» — спрашиваю я. «Да я и сам не знаю», — улыбается сатана. «По идее, я должен предложить купить твою душу». Но, если честно, этот бизнес заглох на корню. А я больше угораю по новым тачкам, по хай-файным саунд-системам. Мне принадлежит сеть торговых салонов, продающих и устанавливающих кондиционеры. Логично, — думаю я, — в аду ведь всегда жара. Люцифер подходит к окну. «Саня, тебе здесь нравится?» «Где здесь?» — спрашиваю я. «В этом мире?» «Ну, да». «Не очень». «Проблема в том, — говорит Люцифер, — что это единственное место, где хоть что-то происходит. Вот в раю, там, на небесах, на самом деле чистый тоталитаризм. Скукотища! Шаг вправо, шаг влево, расстрел!» «Уж поверь мне, я сам с трудом свалил оттуда с большим скандалом и потерей контрольного пакета акций. Но и внизу, в геенне, так сказать, огненной, одна сплошная сера, да пляски на сковородках. Тоже, знаешь, фигня на постном масле. Деница вздыхает. Я лежу под одеялом, не дыша. «Хочешь кокаина?» — говорит демон. «Нет, зря. У меня чистейший колумбийский снежок». Я молчу. «Ладно, Санек, ты отдыхай, я пойду!» Хлопнула дверь в коридоре. Я опять остался в пустом жилище. Ни бога, ни черта, одинокий хрен под одеялом. Кошмар! Православные старушки, объект презрения, протеерея Смирнова. Скоро придут за мной безгрешные, покаявшиеся, крепкие мужчины. В черной одежде наваляют люлей, закуют в кандалы и отправят на холодный северный остров, которых так много у нас в России. Зря я не попробовал кокаин. Спасибо.